В Хабаровске для местного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии решено построить первый на Амуре научно-исследовательский комплекс для глубокого изучения рыб и других водных обитателей Великой Дальневосточной реки. Помимо оборудованных по последнему слову технику лабораторий, хабаровские ихтеологи рассчитывают получить для своих исследований новейшее научно-исследовательское судно. Его построят с нуля, с учетом всех запросов науки. Сейчас ученые работают в экспедициях на приспособленных судах. Уже сейчас специалисты в НИРО используют в своей работе беспилотники, современное оборудование, появление специализированных научно-исследовательского комплекса и судна позволит проводить исследования глубже, делать прогнозы точнее, лучше понимать природные процессы, которые происходят в бассейне Амура. Подробнее на эту тему поговорим с нашим гостем в студии Денис Катюк, руководитель хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Доброе утро. Доброе утро. Вот в НИРО, что вообще скрывается за этой аббревиатурой и чем занимаетесь вы? Ну, вы все так правильно и красиво уже рассказали. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Мы являемся ведомственным прикладным институтом Росрыболовства и заотвечаем, соответственно, за все функции, связанные с его регулированием. Ну, то есть с регулированием рыболовства. Безусловно, это изучение состояния водных биоресурсов, в первую очередь из численности и запаса. И одно из основных мер регулирования рыболовства осуществляется через установление объемов, то есть так называемых квот. Вот они по-разному называются. В отношении каких-то видов водных биоресурсов это называется общий допустимой вылов, в отношении других рекомендованный вылов, ну и так далее и тому подобное. Ну, в общем-то, это одна из основных наших функций, вот такое установление квотирования. Но на этом все не останавливается. Есть еще и другие меры через установление ограничений, например, в правилах рыболовства, ограничения через орудия добычи, районы добычи и так далее. Но я же так понимаю, что, я прошу прощения, что для того, чтобы говорить можно рыбачить или нельзя рыбачить, нельзя же просто огульно сказать, в этом году нет, нужно опираться на какие-то научные данные. И вот откуда-то вы их берете. Безусловно, вот это все совершенно правильно, причем не просто какие-то научные данные, эти данные должны быть многолетние. И поэтому основная наша функция – это ведение мониторинга за состоянием водных биоресурсов, их численностью, ну и не только водных биоресурсов, но и их кормовой базы, среды обитания, где они находятся, насколько им, так скажем, благоприятно в том или ином районе. Ну, если мы говорим про Хабаровский край, большее внимание, конечно, у нас уделяется Амуру. И вот с этим новым комплексом, получается, все будет гораздо легче и проще, я так понимаю. Да, есть такая идея у нас, так как мы последние годы реализуем, называя программу Амурской ахтеологической экспедиции второй, мы неоднократно и в этой студии говорили, то есть это такое серьезное расширение наших исследований, углубление, внедрение новейших инструментальных комплексов, методик и так далее. Вот о некоторых вы сказали, беспилотные летательные аппараты. С сегодняшнего дня, ну, в текущем году мы начинаем внедрение гидроакустических автоматизированных комплексов, которые будут автоматически считать заходящие на нерест бассейна Амура Тихоокеанских лососей. На бассейне Амура мы не остановимся, такие же учетные станции будут установлены на других реках. То есть, ну, такая серьезная цифровизация научных исследований. Ну, наверное, можно сравнить по типу, это, конечно, мечта, если мы приблизимся, допустим, к сети наблюдательных пунктов Росгидромета, ну, вот такая сеть наблюдательных пунктов для нас это серьезная задача. И, безусловно, чтобы аккумулировать эти вот серьезные цифровые данные, нам нужен современный центр исследований, земельный участок уже нам выделен в береговой полосе. И помимо вот такого обобщения, сбора данных цифровых из беспилотников, и еще эти данные нужно геореферировать, то есть представлять на современных цифровых платформах, необходимо еще и серьезное лабораторное оборудование, потому что мы же, я уже говорил, не только состояние водных биоресурсов, но и среды их обитания. Это экологическое состояние амура, его загрязненности, ну, и так далее, и тому подобное. Потому что много внимания требуется уделять состоянию нерестилищ, и так далее. Одно из направлений серьезное, это, конечно, развитие аквакультуры. У нас есть несколько рыбоводных заводов, и государственных, и частных. Это связано и с воспроизводством тихоокеанских лососей, и с товарным выращиванием на перспективу осетровых видов рыб. И, безусловно, биотехника выращивания тех или иных видов рыб, она должна разрабатываться на научной основе. Есть серьезные направления по взаимодействию с нашими европейскими коллегами. Вот у нас товарная аквакультура, она в меньшей степени развита, потому что у нас хорошее состояние запасов естественных ресурсов. А вот в европейской части России есть серьезная потребность в поставках генетического материала калуги и амурского сестра. Потому что гибриды с калугой, с нашей рыбой, это самые, так скажем, быстро растущие. Такой гибрид, как кастер. Сегодня очень серьезная потребность в поставках этого гибрида для товарного выращивания на рыбоводных хозяйствах в Волгокаспийском или Азово-Черноморском бассейне. Денис Владимирович, вы так много рассказываете о том, что делаете сегодня. Что планируется делать, например, с новым комплексом, который, надеюсь, построят в ближайшее время в Хабаровском крае на Амуре. Но вот, например, судно, которым также мы рассказывали нашим зрителям, вот его в чем будет задача? То, из чего вы сейчас перечислили, что из этого? Ну да. Ну а судно это уже, собственно, как инструмент для сбора материала. Потому что, наверное, нельзя изучать состояние водных биологических ресурсов и рыбы без судов. Нельзя заниматься водными проблемами без серьезных научно-исследовательских гидрогидрофических судов. На сегодняшний момент у нас есть несколько судов, которые, ну, так скажем, мы восстановили. В НИРО и Росрыболовство серьезно финансируют эти работы. Но все-таки мы испытываем серьезную потребность в современном, комфортном и оснащенном соответствующими лабораториями научно-исследовательским судном. Его проектирование уже сделано. Это такой тип судов нашим институтам разработан. Первая постройка идет для Байкала. Уже находится на, ну, так скажем, на стадии более 50-60% оно построено. Это почему для Байкала? Потому что мы как раз говорим о вот этой федеральной программе, которая называется «Оздоровление водных объектов Российской Федерации». И первые водные объекты, которые были туда включены, это озеро Байкал и река Волга. В последующем уже по итогам отдельных мероприятий, в том числе, которые проходили у нас в Хабаровске, вице-премьером Викторией Валерьевной Брамченко была в эту программу включена и река Амур. Вот, собственно, по вот эти мероприятия, о которых мы сегодня говорим, они будут включены именно вот в федеральный проект, который курируется вице-премьером и Министерством природных ресурсов. Ну а научно-исследовательское судно, как мы уже сказали, чем наукоемкий у нас сбор материала, серьезней приборы, точнее мы через определенное время сможем точнее прогнозировать и численность возвращающихся поколений тихоокеанских лососей и других водных биоресурсов. Ну и не только в Амуре, на самом деле, судно такого класса, а это серьезный класс судна, порядка 32 метров в длину, с несколькими палубями, с оборудованием лабораториями, которое будет вмещать не просто там 1, 2, 3 научных сотрудника, а целую научную группу до 15 человек и разного профиля, и гидрологи, и их теологи, и гидробиологи, и другие специалисты, которых мы будем привлекать. Мы уже сейчас привлекаем и из Москвы, из Центрального института, и из других регионов. К нам приезжают работать и из Якутии ребята на полевой сезон, и большая программа у нас привлечения нового поколения студентов, хорошая традиция у нас с Пермским университетом, ну и с нашим дальневосточным Даль-Рептузом, который находится в Владивостоке. Поэтому стараемся развиваться по всем направлениям, не только в рамках развития нашей научной инфраструктуры, но и в рамках кадрового потенциала молодых специалистов и ученых. Большие облицозные планы, конечно, дай бог им всем осуществиться, вернее, мы уверены в том, что все получится у вас в нашем регионе. Спасибо большое. У нас в гостях был Денис Коцюк, руководитель Хабаровского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.